Теперь по поводу ПРО. Послушайте, вот здесь все очень взрослые люди и уже опытные. Мы с вами… Я сейчас не буду просить, чтобы вы это всё, вот так, как я скажу, отражали в своих материалах, влияли на прессу. Я просто вам, знаете, хочу вам лично сказать, напомнить какие-то вещи. Ведь мир избавлен от крупномасштабных войн и военных конфликтов. Мы с вами все об этом знаем, благодаря так называемому стратегическому балансу, который был достигнут после того, как две суперядерные державы договорились фактически о сдерживании и в росте наступательных вооружений, и о сдерживании в системах противоракетной обороны. Потому что для всех понятно, если одна сторона развивает противоракетную оборону успешнее, чем вторая, то она приобретает преимущество, и у неё появляется искушение использовать это оружие первой. Поэтому это один из краеугольных камней международной безопасности, система противоракетной обороны и договорённости в этой сфере. Я далёк от того, чтобы кого-то ругать, обвинять в чём-то. Но когда наши партнёры американские вышли в одностороннем порядке, они нанесли колоссальный удар, или вот это был первый удар по международной стабильности с точки зрения возможности нарушения баланса сил стратегического. Тогда я сказал, мы сейчас не можем развивать эти технологии, поскольку, а, дорого, во-вторых, ещё неизвестно, как они будут работать. Мы не будем трансу деньги полить. Мы пойдём по другому пути, мы будем совершенствовать ударные системы, чтобы сохранить баланс только для этого, не для того, чтобы угрожать кому-то. Нам ответили, ну да, это вот наша система ПРО не против вас, а то, что вы делаете, мы исходим из того, что это не против нас. Ну и делайте, что хотите. Я думаю, что вот такая поступка вопроса, она связана с тем, я уже говорил, по-моему, сегодня на пленарном заседании, связана была с тем, что это же с начала 2000-х годов Россия находилась в очень сложном положении. Развал экономики, значит, фактически гражданская война и борьба с терроризмом на Кавказе, оборонная промышленность в развале, вооружённые силы в ужасном состоянии. Ну кому в голову приходилось, что Россия сможет наращивать стратегические вооружения? Наверное, думали о том, что пройдёт некоторое время, имеющиеся, доставшиеся от Советского Союза вооружения будут деградировать. Поэтому надо сказать, да делайте, что хотите. Но мы предупреждали, что мы будем это делать. Мы сказали об этом, и мы делаем. И я вас уверяю, сегодня Россия добилась существенных успехов на этом пути. Я сейчас не буду всего перечислять, но мы модернизировали наши комплексы и успешно развиваем новые поколения. Я уже не говорю о системах преодоления, системах противоракетной обороны, но наши партнёры, несмотря на все наши возражения, на все наши предложения о реальном сотрудничестве, не хотят с нами сотрудничать, отвергают все наши предложения и действуют по своему плану. Я сейчас не буду некоторые вещи, считаю, даже пока некорректным говорить публично. Но вы можете мне верить, можете не верить. Мы предлагали конкретный вариант сотрудничества. Они реально все были отклонены. Но вот всё-таки пришли к тому, что сейчас построили систему ПРО в Румынии. Говорили это всё время о чём? Нам нужно защититься от иранской ядерной угрозы. Где ядерная угроза иранская? Её нет? Договор подписали уже. И причём Соединённые Штаты были, по сути, инициаторами этого договора с Ираном. Мы помогли, мы поддержали. Но если бы не позиция США, не было бы этого договора. И это, безусловно, заслуга президента Обамы. Потому что я считаю, что этот договор правильный. Он разрядил ситуацию вокруг Ирана. И президент Обама может записать это, безусловно, в свой послужной список, как результат своей работы на этом направлении. Но угрозы нет, а система ПРО продолжает строиться. Значит, мы были правы, когда говорили, что нас обманывают, с нами неискренне, ссылаясь на якобы имеющуюся иранскую ядерную угрозу при строительстве системы ПРО. Ну, так оно и есть, на самом деле. В очередной раз пытались нас надуть. Сейчас построили эту систему. Сейчас ставят там ракеты. Так? Но вам должно быть известно, что ракеты эти закладываются в капсулу, которая используется для пусков ракет средней дальности «Тамагавк» морского базирования. Значит, туда закладывают сейчас антиракеты, способные поражать цели на расстоянии 500 километров. Но мы знаем, технологии развиваются. Мы примерно знаем, в каком году примерно американцы получат новую ракету, которая будет уже не 500 километров, а 1000, а потом больше. И с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем. Это вам только вешают лапшу на уши, как у нас говорят, а вы, в свою очередь, вешаете своему населению. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну, как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чём проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучаться. Ну, о чём говорят? Это часть оборонного потенциала, не наступательного. Это системы, которые призваны оградить агрессию. Это неправда, это не так. Стратегическая система противоракетной обороны – это часть наступательного стратегического потенциала. И всё это работает в единой связке с наступательными ударными комплексами. Одни прикрывают, одни наносят упреждающий удар высокоточным оружием, другие прикрывают от ядерного ответного удара, третьи, значит, наносят сами ядерный удар. Это всё в комплексе решается, в комплексе современного неядерного исполнения высокоточным оружием. Значит, ну, ладно, вот эти противоракеты, которые будут развиваться, и будут всё больше и больше нам угрожать. Но вот в эти чехлы, куда закладываются антиракеты, я же сказал, что они берутся с кораблей, и там эти шахты, так скажем, используются для томогавков. Но там можно вообще просто за несколько часов поставить туда томогавки, и всё. И это уже никакие не противоракеты. Откуда мы знаем, что там в этих шахтах находится? Нужно просто изменить программу. Всё. Это работа абсолютно незаметная. До румыны никто не будет знать, что там происходит. И что, допускают румын туда, что ли? Никто не будет знать, ни румыны не будут знать, ни поляки не будут знать. Я знаю, как это делается. Это, на мой взгляд, это большая опасность. Вот когда-то мы обсуждали с нашими партнёрами американскими, у них была идея создания баллистических ракет в неядерном исполнении. И мы им тогда сказали, слушайте, ну вы понимаете, что это такое или нет? Вот у вас будут стартовать ракеты с подводных лодок, с территории. Стартует баллистическая ракета. Мы же не знаем, есть там ядерная головка или нет. На какую угрозу вы будете создавать? Но, насколько нам известно, сегодня эта программа не осуществляется. Они её остановили пока. Но это продолжают. К чему это всё придёт, я не знаю. Но я знаю точно, что мы вынуждены будем отвечать. Только я уже заранее знаю, чтобы нас будут обвинять в агрессивном, опять в агрессивном поведении, хотя это только ответ. Но ясно, что мы должны будем обеспечить безопасность. Не только свою. Нам очень важно обеспечить стратегический баланс в мире. И ещё раз вернусь к этому и закончу ответ на этот вопрос с того, с чего начал. Вот именно этот стратегический баланс обеспечил, гарантировал мир на планете, гарантировал нас от крупных вооружённых конфликтов за последние 70 лет. И это благо, хоть оно такое, знаете, основанное как бы на взаимной угрозе, но, тем не менее, взаимная угроза, она обеспечила нам глобальный мир на протяжении десятилетий. Как его можно разрушить, так я не знаю. Мне кажется, что это очень опасно. Не только кажется, я в этом уверен. Да, Соединённые Штаты не разрабатывают якобы наступательного оружия. Во всяком случае, общественности об этом неизвестно. Хотя, наверняка, разрабатывают. Но мы даже сейчас спрашивать об этом не будем. Мы знаем, что разработки идут. Но мы сейчас сделаем вид, что мы об этом не знаем. Не разрабатывают. Но что мы знаем? Это то, что в Соединённых Штатах активно разрабатывается и уже внедряется в систему противоракетной обороны. Да, сегодня она неэффективна. И мы точно не знаем, будет ли она вообще когда-нибудь эффективна. Но теоретически она ведь для этого и создаётся. Значит, опять же, гипотетически мы исходим из того, что когда-то наступит момент, когда возможная угроза со стороны наших ядерных сил будет полностью нейтрализована. Сегодняшних ядерных сил России. А если это так, то это означает, что баланс будет абсолютно нарушен. И что у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности. А значит, это развязывает ей руки не только в локальных, а, возможно, уже и в глобальных конфликтах. Мы же с вами сейчас дискутируем. Я не хочу никого подозревать в какой-то агрессивности. Но система отношения, это так же, как математика, она не имеет личного измерения. И мы должны, конечно, на это реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить многомиллиардную противоракетную систему, систему противоракетной обороны, либо, имея в виду наши возможности сегодняшние, экономические, финансовые, ответить асимметрично, чтобы все поняли, что да, система противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна, потому что у нас есть такое оружие, которое легко преодолевает. Вот мы по этому пути и пойдем. Это дешевле для нас. Но это никак не направлено против самих Соединенных Штатов. Я полностью согласен с... Если вы говорите, что система ПРО не направлена против нас, то и наше новое оружие не направлено против вас.